Столовка. Единственное место в шараге наряду со спортзалом, где хоть ненадолго можно забыть об уроках. Где учителя не достают долбанными контрошами и самостоялками, и где в конце концов дают пожрать. Разумеется, школьная баланда далека от идеала, и ни за что не сравнится с фирменными блюдами твоей мамы или бабушки. Ну а повара, которые вкалывают за копешную зарплату, иногда радуют узников храма науки неплохой стрепнёй. Порой её можно даже назвать реально вкусной. Ну а что именно неплохо ворганят в шарашкиных харчовнях, мы сейчас и выясним. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня ты увидишь топ-10 обедов со школьной столовки. Десятое место. Суп. Его, в принципе, мало кто любит в зачуканных столовках, тем более, ведь там, как правило, готовят мутную похлёбку с огроменными кусками картофеля, минимумом зелени, и щепоткой мяса, и то куриного. И скажи спасибо, если курица будет без шкурки. Шкурка? Бе-е-е. Но когда небо было голубее, трава зеленее, а я школьникам, у нас и тогда подавали гороховый суп. Тут должна идти шутка про пердёж. Моги бы не уделать. Кишулька, походу, вылезла. Оператор, иди отгрызи её к херам. А нет, вполне нормальная была похлёбка, тем более, с копчёными свиными рёбрышками. А ещё он стоил копейки. В переводе на сегодняшний день рублей 20, наверное. Ну и не могу не вспомнить о молочном супе. Рисовый никогда не любил. А вот с вермишелькой это да, закусить самое оно. Даже хаяная всеми плёночка мне лично всегда нравилась. А вот одноклассники часто воротили нос. Ну мне же лучше. В младших классах, когда нас ещё кормили за счёт государства, всегда съедал порцию соседа. Хочешь жить? Умей вертеться. Девятое место. Плов. А вот с ним связаны плохие воспоминания. Если у мамы плов всегда получался жёлтым, рассыпчатым, то в школе подавали белый и слипшийся. Да ещё и вместо нормальных кусков мяса были какие-то волокна вперемешку с разварившейся морковью. Ветро воды, дуды. А хапку дров и плов готов. Хавость можно было только если сильно приспичит. Но мне доводилось слышать легенды, в том числе от наших подписчиков, что в некоторых школах готовят вкусный плов. С другой стороны, если запивать это дело компотом из сухофруктов, которые есть, по-моему, в каждой столовке, то на вкус ещё более-менее. А в твоей шарашке подают съедобный пловец. Или он тоже больше напоминает месиво для бездомных собак. Восьмое место. Макароны с подливой. Что за безовщина тут творится? Где приправы, б***ь? Кажется, это один из наиболее сытных обедов, которые только можно придумать. Макароны с котлетой получаются сплошной сухомяткой. А вот с подливой заходят на ура. Вроде и не сухпайок, но и не жидкая шняга, как суп, который, как мы выяснили, почти никто не любит. Мне всегда нравилось, чтобы жижа была остренькой. Но тогда, правда, приходилось покупать за пивон в виде чая или сушки. А так идеальный обед. Хэзэчу наши подписчики поставили его так низко в сегодняшнем топе. Седьмое место. Борщ. Хороший борщ. С капусткой, но не красный. Ты удивишься, но что если я скажу, что школьные поварихи стряпали его лучше, чем у меня дома? Дело в том, что бабушка, которая заведовала готовкой борща, абсолютно все свои первые блюда делала максимально жирными, или, как она говорила, наваристыми. Я офигевал от того количества масла, на котором жарились лук, перец и морковь. Юшка. Это был один сплошной жирный круг. А вот в школе борщ получался легким. После умятой тарелки не хотелось полежать часок-другой. А какие вкусные к нему подавали чесночные помпушки собственного производства? Если иногда и скучаю по школе, то только благодаря им. Шестое место. Блинчики со сгущенкой. Это дома можно было воротить носом и отказаться от такого десерта. Предварительно умяв тарелочку котлет или того же борщица. А когда в суровой школьной столовке нечего жрать, точнее, нет ничего вкусненького, то несколько блинчиков со сгущенкой, ой, как спасают ситуацию. Они сладкие, сытные. Поэтому их много не съешь, особенно если ты Эльдар Жарахов. Давай на всякий случай, я знаю, ты сладкое любишь? Добавим немного. Понятно, что блины со сгущенкой нельзя назвать полноценным обедом. Но учитывая то, что ты наверняка нередко ужинаешь душиком или чипсами, то это вполне себе годный прием пищи. Особенно в тяжелых условиях Шараги. Особенно, если к ним еще взять какао. Ммм, тогда вообще никаких первых и вторых не надо. Пятое место. Пельмени. Я, честно говоря, тоже удивился, когда увидел этот вариант. Потому что нас таким добром в мою бытность школьникам не кормили. Ну, может, пару раз за все время давали. И то не факт. Физически трудно налепить несколько тысяч пельменей на ораву из 300-400 детей. А полуфабрикаты, ну, так себе удовольствие. Учитывая, что завхозы наверняка покупают самую дешевую лепнину. А вот многие подписчики говорят, что это нормальная тема. Не, ну, в принципе, если добавить побольше сметаны, то все заходит нормально. Я даже немного завидую вам. Хотелось бы попробовать школьные пельмени. А может, и хорошо, что не пробовал. Лишний раз с сжогой не повалялся. Четвертое место. Сосиска в тесте. Дома за такой обед мать бы дала по шее. Но как и блины со сгухой, иногда сосиска в тесте очень даже кстати. Единственное, что я не понимал, как ее можно жрать в сухомятку. Она же капец сухая. В школах ведь как? Закупили сотню другой штуки, они лежат, обветриваются, пока в кирпичину не превратятся. Зато огромный плюс сосисона в тесте, и его не обязательно точить в столовке. Наоборот, все нормальные пацаны тарились по 2-3 штуки, а потом сидели и пожирали на задних партах во время уроков. Ну или на перемене, параллельно занимаясь важными делами. Это реально весомое преимущество, ведь у занятых школьников никогда не будет лишних 10 минут на прием пищи. А если вдруг в процессе развлечений блюдо упадет на пол, ничего страшного. С теста пыль можно сдуть, а с сосиски смыть водой или вообще плюнуть и протереть пальцем. Так и живем. Третье место. Котлеты с пюре. Ради такого блюда не грех было и посидеть те самые лишние 10 минут. Котлету с пюрекой, пожалуй, единственная стряпня, от которой никто никогда не воротил носом. Человеку, придумавшему идеальное сочетание нежной толченой картошки, заправленной сливочным маслом и сытных мясных котлет, нужно поставить памятник. Хотя ты знаешь, даже когда котлеты были рыбными, обед все равно получался на славу. Помню, у нас к этой пище богов подавали малосольный огурчик. И на вкус это было, ну прям вообще кайф. На несколько минут я даже забывал, что обедаю не дома, а в прекраснейшем храме науки. Единственное отличие, дома за хавку никто бабки не требовал, да и на ненавистные уроки потом идти не приходилось. Но все равно котлеты с пюре одно из немногих положительных воспоминаний не только о столовке, но и о школе в целом. Второе место. Еда из дома. Надеюсь, это показатель того, что наши подписчики просто обожают домашнюю пищу, а не того, что в школьных столовках кормят дерьмом. Хотя кого я обманываю, порой в школьных столовках кормят какими-то отходами, поэтому вечный лайфхак взять хавчик из дома. Во-первых, бесплатно, во-вторых, вкусно. Лично я всегда ограничивался бутербродами и чаем в термосе. А вот одноклассники таскали и гречку с отбивной, и салаты, и фрукты, а кто-то даже брал с собой суп. Что может быть лучше, чем после изнасилования мозгов математикой или физикой, съесть тарелочку действительно любимой и полезной еды. Еды, которая приготовлена с любовью, а не на отвали. Еды, к которой привык твой желудок, и которую в случае чего всегда можно унести обратно домой. Казалось бы, круче этого только горы. Но есть один школьный обед, на который наши подписчики готовы променять мамину стряпню. Первое место. Пицца. Пиццу, говорю, заказывали. Нет, пиццу не заказывали, говорю, нет. Пицца, пицца, каё. Примерно так реагируют школьники, когда видят пиццу в столовке. К нам в Шарагу итальянское блюдо, слепленное местными мастерами в подвалах и уменьшенное в несколько раз, завозили крайне редко, потому что не гошь детям кушать полуфабрикаты. А дети бегали в магазин через дорогу, и там покупали пиццу то с колбасой, то с курицей, то с грибами. Чувство, когда ты голодный, сдираешь с неё плёнку и слизываешь оттуда перемешанный с кетчупом мазик, не сравнится ни с чем. Какое первое? Какое второе? Вот настоящий школьный обед. Чисто по хардкору. Это я сейчас понимаю, что из общего с нормальной пиццой эта маленькая фигня имеет только название. Ну и ещё нереальный для своих размеров ценник, или... Как бы сказал наш друг Стасик, её толкали... По конскому прайс. Ну а когда тебя ставят в жёсткие рамки столовской еды, мини-пицца, как из-за сесон в тесте, кажется каким-то кулинарным шедевром, достойным как минимум звезды Мишлен. Именно поэтому треть подписчиков нашего паблика ВК из тех, кто принял участие в голосовании, отдали своё предпочтение именно ей. А ты согласен с таким исходом поединка? Или ты считаешь, что в школьных столовках есть другое шедевральное блюдо поваров, которое заслуживает особого статуса? Тогда пиши об этом в комментариях и не забудь подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые крутые топы Ютуба. Ну и на паблик ВК подписывайся, ведь там мы регулярно вместе общаемся, придумываем новые темы для новых видосов и орём над угарными мемщиками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова